Вот и прошла долгожданная презентация Apple, которую без сомнения мы с вами очень сильно ждали. Сейчас все подробно расскажу, но сначала я рекомендую подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем привет! Вы на канале Снежана Снежок, а это итоги презентации Apple. Поехали! Началась презентация «Что не говори» с красивой анимацией. Apple в плане визуальных эффектов лучший. Затем появился Тим Кук и поприветствовал зрителей. И в очередной раз напомнил, что такой тип презентации был выбран не просто так. Вина всему ковид-19. И сегодня презентация будет посвящена Apple Watch и iPad. И если раньше часы показывали только время, то сейчас часы это невероятный помощник в будничных делах. Они следят за тренировками, мотивируют нас и помогают в повседневной жизни. Затем мне рассказали историю о людях, которых часы спасли от смерти. И честно, это очень круто. И теперь часы научились измерять максимальное потребление кислорода в крови. А позже, в этом году, мы сможем получать уведомления о падении значений. Кислорода в крови ниже нормы. Затем запустили рекламу. И сразу бросается синий цвет часов. Вау, красота! Это новый Apple Watch Series 6. Синий, золотой, серый и прорые цвета. Это самая яркая линейка цветов Apple. Особенно круто выглядит синий. Как раз под цвет следующего iPhone 12. Кайф! Измерение кислорода в крови происходит всего за 15 секунд. Причем показания будут записываться даже ночью. Когда вы спите. И как уверяет компания Apple. Это еще один очень важный показатель. Для оценки своего здоровья. Астма. Сердечная недостаточность. И COVID-19. Три эти заболевания будут исследоваться медицинскими учреждениями. Что может выявить зависимость между насыщением крови и кислорода и болезнями. Звучит интересно. Но в СНГ доступно будет это вряд ли. Только для США. В Apple Watch серии 6 установлен чип S6. Который на 20% быстрее предыдущего. На улице часы в 2,5 раза ярче. В режиме Always One Display. Ну и насыщение крови кислородом. Пока это основная фишка. На которую компания делает упор. Затем речь пошла о циферблатах. Шесть новых циферблата. С разными стилями. Выглядит очень красиво. Самое прикольное. Это циферблаты с Memoji. Затем речь пошла о новом ремешке. Называется он Solo Loop. И выглядит как браслет. У него нет застежки. Он просто надевается на руку. Все остальные ремешки тоже получили версию Solo Loop. Выглядит очень-очень неплохо. Будет ли это удобно? Вопрос. А вот и новая фишка. Family Setup. Если у вашего ребенка нет айфона. А что это у него нет? На дворе 20 век. Ну ладно. Но он хочет часы. Вы можете настроить его часы со своего телефона. Вам будет приходить уведомление. О его местоположении. О его активности. И других параметров. Что несомненно удобно. Работает это на часах Apple Watch Series 4 и выше. Ну а теперь о доступных часах. Apple Watch SE. Это более доступная серия S6. Процессор S5. Что позволит часам работать в два раза быстрее, чем Apple Watch Series 3. И да, как я рассказывала, эти часы пришли на замену старенькой третьей версии. При этом Watch Series 3 не пропадут, а останутся. Затем речь пошла об экологии. И тут томить вас не буду. Интересного мало. Упустим этот несомненный важный диалог. Из интересного. Эта тетенька рассказала, что блоки питания в этом году компания решила убрать. Все во имя экологии. Затем нам вернули Джеффа. Продажа новых часов уже начнется в эту пятницу. А заказать их можно уже сегодня. Вот это скорость. Красота. А понравились ли вам новые часики? Мне кажется интересными Apple Watch SE. Но красные серии S6 тоже крутые. Затем пригласили Джефф, который расскажет нам о том, как часы мотивируют заниматься спортом. Для этого компания запускает сервис Apple Fitness Plus. Здесь будут доступны тренировки, которые нужно будет выполнять. Для тех, кто следит за собой и занимается спортом, интересное решение. Вы выбираете тренировку в приложении. Запускаете ее на часах или Apple TV. И повторяете упражнения. Часы же отслеживают, как вы выполняете упражнения. После вы увидите все показатели на вашем смартфоне. Йога, велотренировки, танцы, бег на дорожке, высокоинтервальные тренировки и многое другое. Все это вы найдете в приложении Fitness Plus. При покупке новых часов 3 месяца бесплатно. По красоте и все, как мы любим. А затем речь пошла о реально интересном. Подписки Apple One. Это подписка на все сервисы яблочной компании. Сразу iCloud, Apple Music, TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus и, разумеется, Apple Fitness Plus. Затем нам вернули Тима Кука. И речь пошла об iPad. Нам напомнили, что в этом году, что iPad'ам исполнилось 10 лет. И все эти 10 лет iPad'ы занимают первую ступеньку продукта. И вот представили обновление самого популярного iPad. iPad 8-го поколения. В нем установлен процессор Apple A12, который, в принципе, хватит на все современные задачи. И у этого планшета нет конкурентов. И тут, пожалуй, я с Apple полностью солидарна. Затем нам напомнили о iPad OS 14. И о новых возможностях, которые открываются пользователем при помощи Apple Pencil. И тут он по-прежнему первого поколения. После нам опять вернули Тима Кука. И речь пошла об iPad Air. Это что-то среднее между iPad 8 и iPad Pro 2020. Встречайте новый iPad Air в новом дизайне. И новых цветах. Капец, какая же красота. Наконец-то не только два скучных цвета. Внешне он очень похож на прошки. Пять новых цветов. Белый, черный, розовый. Зеленый и голубой. Дисплей точно такой же, как в прошках. А куда делался Touch ID? Как ей рассказывала, он переместился в кнопку включения планшета. Что касается производительности. Планшет iPad Air получил процессор Apple A14. И да, девчонки. Ну и парни. Это первый гаджет компании с таким процессором. Это самый производительный. Мобильный процессор компании. И да, это первый мобильный 5-нанометровый процессор в мире. Не Huawei, не Samsung, а Apple. Сделали это первыми. Молодцы! Именно этот процессор установят в линейке 12-х айфонов. Затем речь пошла о софте, который раскрывает процессор Apple A14 на полную катушку. И еще одно нововведение. USB Type-C в iPad Air. При помощи него можно подключить внешнее устройство. Камеру, монитор и многое другое. Также прокачали камеры. Основная камера такая же, как и в iPad Pro. Про динамики тут не забыли. Серию звук на месте. Что касается Apple Pencil. Он второго поколения, так же, как и на прошках. Заряжается и магнитится непосредственно к планшету. Ну и... К тому же, в который раз вернули Тима, который начал рассказывать о новых системах. Ведь с завтрашнего дня нам будет доступно iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, TVOS 14 и, разумеется, все новые продукты, показанные сегодня, будут поставляться на базе новых версий систем от яблочной компании. Самое главное осталось под вопросом. Выход смартфона линейки iPhone 12. И, к сожалению, подтвердили самые печальные и грустные слухи. Придется ждать месяц до анонса смартфона. Ну а я, как всегда, буду держать вас в курсе актуальных новостей из мира технологий. Что из показанного вам понравилось больше всего? Ваши мысли по этому поводу. Ну и самое главное, что вы можете сделать, вы можете подписаться на меня и лайкнуть это видео. А на этом все. Пока-пока!